По древнему преданию, Иисус Христос после своего воскресения приходил к апостолам во время их трапез. Среднее место оставалось незанятым, а в середине стола лежал предназначенный ему хлеб. Так и появилась традиция в праздник воскресенья оставлять хлеб в храме, который освящается по окончании ночной пасхальной литургии. Сегодня кулич – это неотъемлемый атрибут каждого стола в Светлой Пасхи. У многих хозяек свои особые рецепты. Но вот куличи, которые пекут в монастырях, всегда отличались от домашних. Как признаются монахини, это потому что с молитвой. Секреты есть, конечно. Есть различные рецепты. Часть мы находим в интернете, где все можно найти. Какие-то из них нам передали старые матушки. И вот так вот что-то общее отыскав, мы пытаемся испечь очень вкусные и красивые куличи. Еще один неотъемлемый символ праздника – крашеные яйца. Без них тоже не обходится ни одна Пасха. Здесь крашенки также готовят по-особому. Мы красим вручную. Варим яйца. А вот когда-то, еще в старые времена, когда я была послушницей Покровского монастыря и трудилась поваром на кухне, мы красили только в луковые шелухи яйца. Мы целый год ее заготавливали в мешках. Потом ее заливали кипятком. И она становилась такой густой-густой с пленочкой радужной. Сладкий запах ванили и печеного изюма чувствуются и за пределами свято-архангела Михайловского женского монастыря. Здесь пекут куличи практически в две смены и нужно успеть сделать как можно больше. И только небольшая часть из них уйдет на продажу. У нас много желающих их получить. Приходят люди, покупают. И эти средства идут на содержание монастыря. Безусловно, очень много мы раздаем. Как правило, мы отвозим в тюрьму, в психиатрическую больницу. Общественным организациям раздаем. Если на вашем столе еще нет пасхальных куличей и крашеных яиц, самое время об этом подумать. Воскресенье Господне уже не за горами. Ну а купить все это в магазине или приготовить вручную – выбор за вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова